Сегодня Государственное собрание Илтумен Республики 7-го созыва проводит 8-е очередное пленарное заседание. В зале присутствует 55 народных депутатов. Необходимый кворум для начала работы имеется. Уважаемые коллеги, сегодня в работе пленарного заседания по системе ВКС будет принимать участие глава Республики Айсен Сергеевич Николаев. Это вызвано в связи с тем, что в ближайшие дни ожидается приезд руководства страны и нужно соблюдать процедурные моменты. Так, повестка у нас не утверждается. Советом мы ее сформировали. Переступаем к рассмотрению повестки. Вопрос номер 1. О проекте постановления Государственного собрания Илтумен Республики об отчете главы Республики Саха о результатах деятельности правительства Республики за 2023 год, в том числе и по вопросам, поставленным Государственным собранием Илтумен Республики Саха. Слово имеет глава Республики Саха Айсен Сергеевич Николаев. Пожалуйста, Айсен Сергеевич. Доброе утро, уважаемый Алексей Ильич, уважаемые народные депутаты. В соответствии с Конституционным законом о главе Республики Саха-Якутия, представляю вам итоги деятельности исполнительных органов власти в 2023 году, в том числе по вопросам, поставленным Государственным собранием Илтумен Республики Саха-Якутия. Это мой уже шестой отчет перед парламентом Республики о работе правительства. Я всегда рассматриваю отчетное выступление перед вами, как подведение итогов нашей совместной деятельности, которая прежде всего должна заключаться в повышении качества жизни якутян, в улучшении уровня жизни. Уверен, какую бы политическую партию вы не представляли, от какого округа бы вы не избирались, это наша с вами общая цель и общая забота. Уважаемые коллеги, прошедший 2023 год стал особенным для каждого из нас. 10 сентября 2023 года начался новый этап политической жизни, состоялись выборы главы Республики Саха-Якутия, а также депутатов Государственного собрания Илтумен 7-го СОЗа. Я с большой благодарностью и большой ответственностью воспринял доверие сограждан на дальнейшее руководство Республикой, а также с убежденностью, что в непростое для страны время мы не вправе допускать стагнации, не вправе останавливаться в своем развитии. В короткие сроки была обновлена структура правительства Республики совместно с парламентом Республики и сформирован новый состав правительства во главе с Кириллом Геевичем Бычковым, сохранена преемственность управления, ни на один день не были сбавлены темпы работы. Идет специальная военная операция и органы исполнительной власти обязаны быть полностью мобилизованными, в том числе на результативную поддержку специальной военной операции. Бойцы-якутяне мужественно сражаются, уже семеро наших земляков удостойно высшего звания Героя России. Мы регулярно доставляем в зону специальной военной операции дополнительную технику, снаряжение, все, что необходимо нашим бойцам. Этим занимаются опорные пункты в Донецкой и Луганской народных республиках. Это наш уникальный опыт организации помощи российской армии. Если говорить о помощи бойцам и их семьям, то сейчас у нас действует более 40 региональных и муниципальных мер поддержки. Для участников спецопераций и их семей предусмотрены единовременные выплаты, бесплатно предоставляются земельные участки, оказывается психологическая и юридическая помощь. Дети у участников спецоперации поддерживаются при поступлении в ВУЗы, СУЗы, освобождены от платы за детский сад, за кружки, обеспечены горячим питанием в школах, путевками для саратовно-курортного отдыха. Большая работа по восстановлению объектов социальной и коммунальной инфраструктуры проведена и ведется в наших подшефных городах. Это Кировская и Докучаевск Донецкой народной республики. Мы все работаем на приближение общей победы и расслабляться сейчас просто преступно. Не сомневаюсь, что у всех у вас, у коллег с большим депутатским опытом или избранных впервые такой же дострой. Я благодарен Алексею Ильичу, всем народным депутатам. СОЗОВ я оперативно и слаженно прошел организационный этап. Представители всех пяти фракций без раскачки включились в работу. За эти месяцы стратегическими указами главы республики определены приоритеты предстоящего пятилетия. Первый из них о борьбе с бедностью я подписал сразу после вступления в должность 27 сентября 2023 года. Изданы указы, направленные на дальнейшее укрепление общественного здоровья, на достижение нового качества образования и подготовки кадров. Одним из ключевых направлений определены развитие современной транспортно-энергетической инфраструктуры республики. Серьезный упор сделан на развитие сельского хозяйства, местных производств и туризма, на выход якутских компаний на российские и международные рынки. 27 апреля этого года, в День Республики, я подписал указ о развитии креативной экономики, направленной на создание конкурентоспособного бизнеса в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта, творческих индустрий. Меры, направленные на достижение стратегических задач, правительство интегрирует в целевые программы и проекты. Безусловно, необходимо совершенствование законодательных норм в рамках полномочий республики, а также на уровне федерального законодательства. Я рассчитываю, что и УКТУМЭД в своей деятельности будет обращать особое внимание на создание правовых условий для преобразования во всех этих сферах. Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить вас, коллеги, за активное участие в проведении в Республике выборов президента России, на которых якутяне выразили безоговорочное доверие Владимиру Владимировичу Путину. Люди видят огромную поддержку главы государства, видят, как реально меняются условия жизни в Республике, преображаются города и сём. За последние шесть лет, благодаря национальным проектам, построено 329 крупных объектов. В 2023 году мы заняли третье место среди регионов страны по финансированию национальных проектов из федерального бюджета. По итогам прошлого года введено 57 объектов социального назначения, в этом году будем вводить рекордные 76 объектов. Также прошлый год отмечен судьбоносным для Республики поручениями президента, в числе которых и завершение строительства Валентского моста, реализация мастер-планов наших крупнейших городов Якутска и Иниринга. Такая поддержка президента и федерального правительства подтверждает значимость Якутии в общем векторе развития, подтверждает высокую оценку вклада Республики в благосостояние всей страны. Я сегодня, коллеги, выступаю перед вами в формате ВКС, как Алексей Ильич сказал, но я уверен, что мы отработаем в полной мере опыт работы, такой у нас есть. Мы все заинтересованы в совместном решении самых актуальных вопросов дальнейшего развития нашей Республики. Поэтому позвольте, отталкиваясь от итогов сделанной в 2023 году работы, акцентировать внимание на наших задачах в контексте участия Якутии в достижении общенациональных целей в перспективе ближайших лет. Уважаемый народный депутат, как вы знаете, ключевые направления развития страны с горизонтом до 1936 года президент России Владимир Владимирович Путин определил своим указом от 7 мая. Семь национальных целей ориентированы не только на сложившиеся приоритеты, но и на новые возможности, которые открыты перед страной, несмотря на беспрецедентные западные санкции в условиях проведения специальной военной операции для защиты суверенитета и будущего России. Хочу подчеркнуть, что новые инициативы президента напрямую отвечают задачам развития Республики, которые мы заявили на ближайшие годы. Говоря о стартовой позиции Якутии в реализации новых национальных проектов, мы также можем отметить их абсолютную созвучность нашей стратегии. 1 сентября новые национальные проекты должны быть полностью согласованы, в том числе с регионами, и сейчас правительство Республики научено обеспечить наше максимальное участие во всех проектах. Отмечу, что, как и прежде, третий уже майский указ президента наивысшей ценностью определяет качество жизни россиян через решение конкретных целевых задач, демографии, укрепления человеческого капитала. Составила 73,55 лет, впервые опередив среднероссийский уровень и превысив уровень Дальнего Востока более чем на 3,5 года. В прошлом году мы вошли в топ-10 регионов по коэффициенту рождаемости. На фоне общего тренда снижения рождаемости в стране мы сохраняем здесь стабильность. С начала этого года в Республике уже родилось 4718 малышей, из них 55 пар двойняшек и 1 отродни. Это данные на вчерашний день. В целом, объем финансирования на поддержку материнства и детства в Республике с 2018 года увеличился более чем в 8 раз и составил порядка 29,5 миллиардов рублей. В Якутии живет более 34 тысяч многодетных семей, в которых растут более 118 тысяч детей. Поставлена задача улучшения качества их жизни, снижения уровня бедности среди многодетных семей в 3 раза к 2030 году. В рамках принятого в 2023 году решения Республиканский материнский капитал «Семья» увеличен вдвое до 300 тысяч рублей. В прошлом году вступил в силу принятый Утуманом закону предоставление выплат многодетным семьям в размере 200 тысяч рублей взамен земельного участка. Этим правом воспользовались более 2 тысяч граждан, очередность на земельные участки снизилась почти на 12%. 26 апреля моим указом установлены новые меры поддержки многодетных семей. С 1 сентября дети будут получать бесплатное питание в школах, пользоваться бесплатным проездом городских и пригородных автобусов. Также многодетным семьям предоставлено право на 30% льготу по оплате жилья и коммунальных услуг. Считаю важным отметить, что наша политика направлена не только на повышение материального благосостояния, но и на укрепление института семьи, семейных ценностей и традиций. Я благодарю депутатов Государственного собрания за такую работу, которую вы лично проводите в своих округах, а также в рамках партийных и общественных проектов. Среди вопросов, которые неизменно находятся в сфере внимания народных депутатов, конечно же важнейшим остается здравоохранение. Пандемия ковида заставила нас переформатировать многие подходы. Высокая мотивация к сбережению своего здоровья, здоровая жизненная среда, технологическое перевооружение здравоохранения, переход к профилактике и пациента ориентированность медицины. Такие цели поставлены нами под общим знаком укрепления общественного здоровья. Последние годы стали для нас по-настоящему прорывными в развитии медицинской инфраструктуры, как по масштабам, так и по качеству. Мы последовательно идем к тому, чтобы здравоохранение Якутии достигло такого уровня, чтобы якутияне могли получать высокотехнологичную медпомощь у себя в республике. Онкологический, кардиососудистый, периментальный центр, национальный центр медицины составили мощный каркас охраны здоровья Якутия. Сегодня 70% всех случаев высокотехнологичной помощи оказывается в лечебных учреждениях республики. В 2023 году введено 20 объектов здравоохранения в районе. Коллеги, которые видели новые медицинские учреждения, конечно же, могут подтвердить их совершенно уже в другой уровень. Примером для всей страны по оснащенности сельской больницы стала поликлиника в Итекёле, которую мы открыли 29 ноября с участием президента страны. В этом году уже введены больничные комплексы в Чуропче, Хану, Усть-Май. Идет строительство в ряде других районах, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения в городах Нирингреймерных. В 2023 году стартовала новая модель арктической медицины, которая уже востребована в северных регионах всей страны. Мобильные доктора обследовали более половины жителей Арктики, 33,5 тысячи человек. В этом году планируется максимально охватить кочевые и оленеводческие стада, также в плане более 100 труднодоступных населенных пунктов Итеки. Я получаю немалые обращения от северян, многие из которых впервые в жизни прошли полное медицинское обследование, не выезжая из родного семьи. О результативности новой модели говорит и статистика. Охват диспансеризации жителей Арктики за год увеличился с 55 до 78%, а удовлетворенность доступностью и качеством медицинской помощи с 36 до 60%. При этом одной из самых актуальных задач остается кадровое обеспечение здравоохранения, решение проблемы повсеместной нехватки, в том числе узких специалистов. Постановлением Совета Федерации о государственной поддержке и социально-экономическом развитии Республики Саха-Якутия поддержан вопрос строительства нового учебного лабораторного корпуса Медоинститута Северо-Восточного Федерального Университета, есть предложение по увеличению материального стимулирования по земскому доктору и земскому фельдшеру. Самым активным образом кадровым вопросом должны заниматься муниципальные органы. Более того, я считаю, что в целом качество общественного здоровья на местах должно быть важным критерием оценки результативности местных властей. Важнейшим запросом сегодня является новое качество образования с прицелом на подготовку высокопрофессиональных кадров для быстро растущей экономики. Базовым условием здесь является создание современной образовательной среды. В 2023 году в Республике введено 13 школ, хрест новых детских садов, завершился капитальный ремонт 57 школ, в том числе 15 школ в арктической зуме. Начинает пятилетняя программа капитального ремонта учреждений профтехобразования. В этом году планируется рекордный ввод объектов образования, 18 школ и 4 детки садов. Вопрос строительства учреждений образования мы не будем снимать повестки, в том числе и по новым национальным проектам, по планам комплексного развития городов Якутской имени. Такая задача перед правительством повторяется. В 2023 году Республика вошла в тройку лучших регионов по организации государственной итоговой аттестации. 24 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, все ребята получили премию от Республики в размере 100 тысяч рублей. В прошлом году была учреждена премия в 500 тысяч рублей за победу и 100 тысяч рублей за призовое место в финале Всероссийской Олимпиады школьников. На сегодня уже 21 выпускник стали стабальниками 2024 года. Из них один, Алексей Евгений Дмитрий, из физико-технического лицея имени Владимира Петровича Ларионова, получил 100 баллов сразу по 2 предметы. В эти дни ждем еще новых победных результатов наших ребят. Как отметил глава государства, основой для роста новых отраслей в нашей стране станут опорные колледжи, вузы и научно-исследовательские институты. Межвузовский кампус и суперкампус среднего специального профессионального образования в городе Якутске, образовательные комплексы в мирном и мирном и мирном должны стать ядром профессионального образования и источником кадров для новых секторов экономики всего Северо-Востока России. При этом, коллеги, у нас у всех есть понимание, что само по себе обучение в контексте развития человеческого капитала теряет смысл без вложений в формирование личности с крепкими духовно-нравственными ценностями. Наша задача – воспитать настоящего патриота, готового жить и трудиться во благо Родины, своим профессионализмом развивать страну. Мы создали серьезную правовую базу и организационную базу патриотического воспитания молодежи. В республике крепнет единство общества в сохранении наших значимых ценностей. К примеру, в прошлом году в Якутске был введен Центр высокоточной стрельбы, как продолжение традиции легендарных якутских снайперов, героев Великой Отечественной войны. Инициатор создания Центра по предпрезиденту на Дальнем Востоке Юрий Петрович Трукни назвал этот уникальный комплекс важной частью общей системы военно-патриотической подготовки в Российской Федерации. На днях открыт уже и филиал Центра войн здесь у нас в городе Якутске, который тоже начал свою деятельность. Тем не менее, надо дальше совершенствовать законодательство в области патриотического воспитания, например, в части взаимодействия с волонтеровскими организациями, в том числе оказывающую помощь участие в специальной военной операции и членов их семей. За последние годы мы сделали большой шаг в улучшении материальной базы сферы культуры как основы для сохранения традиционных духовных ценностей. В этом году ожидается завершение строительства Центра культурного развития в Нижнем Бестяхе, домов культуры в селе Толон, Чуропчинского улуса, в Крестяхе, Сунтарского улуса. На финальный этап вышло строительство Арчийского центра эпоса искусств. В 2023 году Якутия признана лучшим регионам по продвижению киноиндустрии в России. Наши творческие коллективы знакомили с культурой Якутии жителей новых российских регионов, успешно представили ее на площадках выставки форума «Россия на ВДНХ» за рубежом в Казахстане и Киргизии. В ближайшей перспективе творческие отрасли должны выходить на внешний рынок. Правительству республики поручено развивать инфраструктуру творческих индустрий, организовывать обучение молодых якутиан креативным и предпринимательским навыкам. В результате мы выйдем на новый уровень реализации человеческого капитала, талантов и способностей жителей Якутии. Самый животропящий запрос жителей республики связан с качеством, доступностью и инфраструктурой для жизни. Это абсолютно объективно. Последние годы многое сделано для преодоления неухоженности, дискомфортности огромной территории республики. У нас реализуются самые масштабные инфраструктурные программы в стране. В прошлом году достигнуты исторические максимумы ввода жилья – 705 тысяч квадратных метров, полностью восстановлены права всех пострадавших участников долевого строительства. Реализуется самая большая в стране программа расселения аварийного фонда – более 60 тысяч человек из свыше миллиона 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На сегодняшний день переселено более 40 тысяч человек из 723 тысяч квадратных метров. Актуальная задача правительства – обеспечить непокрытый финансированием остаток программы для ее полного завершения в 2025 году. Благодаря федеральным проектам получили дополнительный импульс модернизации коммунальной инфраструктуры, строительства котельных, сетей тепловодоснабжения, решение вопросов размещения твердых коммунальных округов. Якутия перевыполняет планы и сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по социальной газификации. Сварены первые стыки межпоселкового газопровода «Мурья-Бичинча» поселковых сетей «Алекминска» пущен газ по газопроводам «Хампай-Бе» и «Люйского улуса». Завершено строительство межпоселковых газопроводов в Мегино-Кангаласском, Чуропчинском улусах. В этом году будет завершено строительство магистрального газопровода «Кызыл-Сыр» 84-й км. Для недопущения аварийных ситуаций и перебоев в энергоснабжении проведена реконструкция подстанций «Майя» и «Таммод», отремонтирована почти в тысячи километрах линии электропередачи. Почти в два раза, до 4,9 миллиона киловатт-часов, возросла выработка энергии на возобновляемых источниках, в том числе за счет ввода шести гибридных энергокомплексов в архийских районах. В этом году должны быть введены еще четыре энергокомплекса в Кампонском и Алекминском улусах. Республика занимает первое место на Дальнем Востоке, 18-е место среди всех регионов по ремонту дорог. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтированы 2,5 тысячи километров автодорог, построены за эти годы 50 мостовых переходов. Хорошие отзывы жителей вызвало открытие новых межрайонных автобусных маршрутов. С улучшением качества автодорог маршруты будут и дальше расширяться. В рамках самой крупной в стране программы модернизировано 10 аэропортовых комплексов за эти годы. В этом году предстоит завершить реконструкцию взлетно-посадочных полос в аэропортах Полярный, Алекминск, Уснера и аэропортового комплекса «Мирный». Правительству поручено отработать по дальнейшему включению аэропортов в республики в перечень реконструкции аэродомов следующего шестилетнего этапа. На достижение национальной цели создания комфортной и безопасной среды для жизни будут направлены два новых национальных проекта «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система». Впервые появится федеральный проект развития территории, участие в котором я считаю крайне важным. В целом необходимо применять практику разработки мастер-планов для развития сельских населенных пунктов, чтобы повышать качество их пространственного инфраструктурного планирования, качество проекта и документации. Этот вопрос на самом деле важен и для всех народных депутатов, и я вас прошу организовать конструктивное взаимодействие с администрацией муниципальных образований, с правительством республики в этой комплексной работе. Новые национальные цели и проекты потребуют от государственных и местных органов власти высокого профессионализма, четкой системы управления и, конечно же, полной отдачи. Все проекты, которые мы готовим в интересах жителей республики, должны будут выдержать жесткую конкуренцию с проектами других регионов. Здесь, конечно же, нам серьезнейшую поддержку окажет поручение главы государства по развитию дальневосточных городов. Реализация мастер-плана Якутска превратит столицу республики в современный креативный центр Дальнего Востока. Для этого предусмотрено создание современной инфраструктуры для образования, творчества, спорта, новых технологий. Уже начато строительство двух школ на 500 ученических мест, а также нового кампуса высшей школы музыки. Архитектурной доминантой Якутска должен стать район 68-го квартала, который привыкает к проспекту Михаилу Химичу Николаеву. Здесь формируется новый инновационный центр столицы, объединяющий межвузовский кампус, мураво-функциональный кинопавильон полного цикла, музейный парк «Россия. Моя история», архитектурные центры эпоса и искусства и другие креативные и образовательные объекты. По поручению Владимира Владимировича, к 30-му году в Якутске должно быть полностью ликвидировано аварийное жилье, признанное таковым на 1 сентября 2023 года. Как вы знаете, уже начался снос ветхих домов в 17-м квартале. На месте барака вырастет новый микрорайон спортивный со школами, детскими садами и спортивным комплексом. В ближайшие годы в городе появятся современные общественные пространства. Сейчас идет реконструкция площади Ленина, благоустраивается набережная озера Сейсары, набережная имени Романа Михайловича Дмитриева действует в микрорайоне. В целом, темпы благоустройства в республике ежегодно ускоряются. Почти полтысячи общественных и дворовых территорий обновлено за последние 6 лет. В прошлом году 10 наших проектов выиграли на всероссийском конкурсе по проектам комфортной городской среды, включая реконструкцию парков Нерингре и Мирного, которые входят в мастер-планы этих городов. Опыт разработки мастер-планов населенных пунктов будет также активно применяться при планировании развития архитических потенков. Сейчас уже закончен мастер-план агломерации Тикс и Найба, имеется существенный задел и с 2020 года, как вы знаете, у нас реализуются стратегии развития архитической зоны республики, в рамках которых мастер-планы будут делаться для других архитических поселков. Люди положительно в Арктике воспринимают программы переселения из аварийного жилья, создания торгово-логистических центров, модернизацию аэропортов, субсидирование авиаперевозов. Следующий шаг – совместно с нашими народными депутатами максимально использовать возможности вступившего в силу с 1 апреля федерального закона о Северном заводе. По поручению президента России, как я уже сказал, сейчас разработан мастер-план агломерации Тикс и Найба, опорного населенного пункта в Арктической зоне республики. Возрождение навигации по восточному крылу Северного морского пути оживит миссию агломерации. Ключевыми проектами развития здесь выступят глубоководный морской терминал в селе Найба, модернизация аэропорта Тикси, расширение научных исследований, установка атомной станции малой мощности. Для обеспечения безопасности судоходства будут созданы подразделения МЧС и Федерального медико-биологического агентства. Мощности социальных объектов и инженерной инфраструктуры запланированы с учетом увеличения численности населения Тикси. Новые возможности для продвижения наших инициатив на федеральный уровень появятся и в рамках, анонсированной Владимиром Владимировичем Путиным, Комиссии Госсовета по развитию арктических регионов и Северного морского пути. Надеюсь, что совместно с народными депутатами мы используем эту возможность максимально эффективно. Уважаемые коллеги, конечно, качественные изменения в обустроенности жизни якутян возможно только на прочном экономическом фундаменте. В условиях внешнеэкономических санкций экономика республики продолжает усиливаться и расти опережающим темпом. Валовый региональный продукт за прошлый год превысил 2,3 триллиона рублей. За последние три года увеличившись почти на четверг. Это в три с половиной раза быстрее, чем в среднем по России. Республика вышла на второе место в стране по добыче золота, третье место по добыче угля и пятое по добыче нефти и природного газа. Промышленный рост обеспечивает бюджетные поступления. В 2023 году подъем налоговых и неналоговых доходов в консервированное от бюджета достиг исторического максимума в 263 миллиарда рублей с ростом на 37% к уровню 2022 года. Это 19 место в стране и первое место на Дальнем Востоке. Такая динамика позволяет нам сохранять социальную направленность государственного бюджета. 45% наших расходов или 160 миллиардов рублей направлено на социокультурную сферу. 20% 72 миллиарда рублей на жилищно-коммунальные хозяйства. В прошлом году, помимо опережающего повышения зарплаты бюджетников в соответствии с майскими указами, индексации заработной платы на уровень ростом рост, нам удалось частично восстановить объективную дифференциацию оплаты труда более 24 тысячи квалифицированных работников с низкими трудовыми доходами. Уровень общей безработицы в 2023 году снизился до 5,7%. В апреле этого года достиг исторического минимума 5,4%. Вместе с тем углубляется дисбаланс занятости населения, когда остро не хватает рабочих кадров, определенной квалификации и специальности. Это один из основных вызовов на ближайший период, ответом на который должна стать комплексная работа правительства, органов местного самоуправления по трансформации служб занятости, подготовке и привлечению кадров в перспективные сектора экономики, а также по повышению производительности труда во всех областях. Структурные изменения в занятости населения, создание условий для развития предпринимательства должны положительно сказаться на доходах эффективных. За 2023 год уровень бедности в республике сократился до 14%. Еще более 12 тысяч человек выведены из зоны бедности. Но этого недостаточно. Чтобы сократить число бедных в два раза, не менее 14 тысяч человек ежегодно должны преодолевать черту бедности. Цель амбициозная, но вполне достижимая. Если повышать точность мер поддержки, на основе цифровизации, управления данными, организовать персонализированное сопровождение каждого человека, каждой семьи, обеспечивая бесшумные межведомственные взаимодействия. В этом русле высокоактуальной становится задача, опережающая рост в сферах малого и среднего предпринимательства. Это будет достигаться как за счет облегчения условий ведения бизнеса, повышения деловой активности, так и за счет вовлечения предпринимательства в повышение производительности труда и внедрения бережливых технологий. К сожалению, сейчас пока бизнес мало задумается над эффективностью производства, внедрения передовых технологий для сокращения издержек. И задача государственных органов, наша с вами задача – содействовать им об этом. Достижение новых целей развития во многом будет зависеть от темпа привлечения инвестиций, повышения экономической безопасности, своевременного встраивания в новую общенациональную систему транспортной и энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры. Сегодня на территории Якутии реализуются крупные инвестиционные проекты России, способные изменить баланс сил в формировании многополерной аминь. В 2023 году в экономику республики привлечен рекордный объем инвестиций в объеме 739 миллиардов рублей с ростом на 4,4% к 2022 году. В перспективе на период до 2030 года будут реализованы проекты с инвестицией на сумму более 4 триллионов рублей. Достижение нового качества экономического роста, изменение отраслевой структуры экономики, повышение локализации производств становятся ориентирами проактивной экономической политики. В прошлом году при поддержке государственного собрания были созданы условия для развития местных производств. Нужно уже двигаться дальше. Принято решение о создании территории развития местного производства в Хангаласском, Намском, Мирницком районах. Поставлена задача открыть не менее 15 таких территорий для насыщения внутреннего рынка местными товарами и услугами. Объем местного производства к 2030 году должен возрасти в полтора раза по сравнению с 2030 годом. Речь идет о проектах пищевой, легкой промышленности, промышленности, стройматериалов, гранильной и ювелирной отрасля, кузнечном производстве, производстве вездеходной техники, а также сферы услуг и туризма. На новый уровень необходимо выводить индустрию гостеприимства в республику. Многие годы говорится о туризме как об очень перспективной отрасли Идея Кути, и сейчас надо уже реально решать задачу кратного увеличения турпотока. Для этого надо поддерживать все инициативы и проекты, начиная от открытия небольших гостевых домов и турбаз, до таких проектов, как строительство гостиничных комплексов вблизи ленских столбов или гостиницы категории 4 звезды в Якутске, строительство которых планируется в ближайшие годы. Качественные изменения нам также надо достигать и в обеспечении продовольственной безопасности. Развитие крупных товарных производств, рост производительности труда, внедрение новых технологий для глубокой переработки и расширения ассортимента сельхозпродукции должны уже менять облик нашего аграрного секта. Думаю, нет большого смысла просто сейчас здесь обсуждать локальные вопросы снижения или увеличения поголовья скота. Надо предлагать нашим аграриям реальные эффективные механизмы поддержки. Люди должны видеть смысл и получать ощутимую отдачу от своего нелегкого труда. Многое здесь зависит от оперативности организационных процессов. Считаю, что пришло пора уже передать полномочия по утверждению ставок субсидий в сельском хозяйстве на уровень исполнительных органов власти, по аналогии со ставками в оленеводстве, когда процесс доведения средств до районов ускорился почти на два месяца. Также назрел вопрос расширения полномочий муниципальных районов по распределению доведенных субсидий на сельское хозяйство и о самостоятельном определении приоритетных направлений в целях их более эффективной использования. Об этом обращаются многие главы, они готовы брать на себя ответственность за калычные джинты. И я считаю такие подходы целесообразными и прошу народных депутатов поддержать эти принципы. Понимая высокий потенциал республики, в самых первых дней я обозначил как приоритетную задачу внедрения инноваций и повышения технологического уровня производства. Сегодня Якутия известна в стране и за рубежом своей передовой инновационной экосистемы, благодаря которой научные сотрудники, технологические предприниматели имеют возможность реализовывать свои идеи. Участниками НОЦ мирового уровня Севера разработаны значимые технологии для использования в горной добыче, энергетике в условиях кредитной зоны. Молодые ученые, в том числе благодаря ежегодным грантам, проводят исследования в области новых материалов, генетики, экологии, агрономии, искусственного интеллекта и в других сферах. 162 инновационные компании, резиденты технопарка Якутии, только за прошлый год создали около 400 новых рабочих мест и получили выручку свыше 3,5 миллиардов рублей. Наши малые технологические компании способны решать задачи и крупных промышленных компаний. За год реализации совместного проекта Фонда развития и инноваций Республики и компании «Алроса» внедрены уже два проекта импортозамещения программного обеспечения, прорабатываются еще пять. В мае этого года частный венчурный фонд «Восход» и венчурная компания «Якутии» на паритетных условиях создали фонд «Саха-Восход» в объеме 300 миллионов рублей. Это позволит развивать проекты наших технологических компаний. При технопарке «Якутия» с АМЕРНО-Северо-Восточным федеральным университетом имени Максима Кировича Амосова и СБЕРА создается лаборатория искусственного интеллекта, которая станет частью федеральной СИГИ таких центров и будет решать вопросы прежде всего в сфере здравоохранения, безопасности и климата. Все это расширяет возможности для нашего участия в достижении новой национальной цели технологическое лидерство. Владимир Владимирович Путин на Петербургском международном экономическом форуме отметил ключевое значение форсированного, опережающего насыщение экономики современными технологиями. Будет реализован целый спектр решений от популяризации науки и подготовки кадров, поддержки научных разработок до формирования гарантированного спроса на высокотехнологичную продукцию. Здесь мы должны воспользоваться возможностью в связи с планируемым установлением гарантированного уровня закупок компаний с госучастием у малых технологических компаний и стартапов. Уважаемые народные депутаты, на пленарном заседании Петербургского экономического форума наш президент подчеркнул, что ключевой задачей в укреплении позиций России в мире является реализация экономического потенциала страны, а главной целью улучшения жизни людей снижения бедности и рост доходов граждан. Кроме роста благосостояния людей, он отмегал строительство дорог, нового жилья, развития, образования, сферы высоких технологий, креативных индустрии. Еще раз повторю, все эти задачи абсолютно созвучны приоритетами их. Владимир Владимирович подчеркнул также важность реализации потенциала региона, создания достойных условий для жизни и труда для людей на местах, в малых городах и семьях. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на перспективу муниципальной реформы. Как вы знаете, проект федерального закона находится в Государственной Думе, и я считаю работу в этом направлении одним из ключевых аспектов вашей деятельности населения. Мы сейчас актуализируем состав рабочей группы по совершенствованию законодательства Республики по вопросам организации местного самоуправления в единой системе публичной власти и прошу коллег народных депутатов активно включиться в эту работу. Я хорошо знаю и очень высоко оценю ваше неравнодушие, вашу ответственность за то, как живут люди на местах, какие проблемы надо решать в первоочередном порядке. Благодарю вас за оперативное деятельное участие, за организацию народной помощи в дни непростого пауна. Как вы знаете, 27 сел в Алекминском, Намском, Юргинском, Аннабарском, УСАП попали в зону подкопления, пострадало более 4 тысяч человек, были подтоплены свыше 1000 жилых домов, также социальные и сельскохозяйственные объекты, малый бизнес, утрачен скот. Общий ущерб оценивается в сумму свыше 2 миллиардов 700 миллионов рублей. По моему поручению, в правительственном республике принято решение о пятикратном увеличении размера единовременной финансовой помощи в связи с утратой имущества от 20 до 100 тысяч рублей при полной утрате и с 10 до 50 тысяч рублей при частичной утрате. Также в два раза с 5 до 10 тысяч рублей увеличена материальная помощь на одного человека. На сегодня подано более 7 тысяч заявлений. Выплаты после соответствующей проверки доводятся до любви. По нашему предложению, при поддержке министра по чрезвычайным ситуациям нашей страны 7 июня наводнению в республике присвоен статус федерального. Это позволит нам более оперативно оказывать помощь всем пострадавшим и проводить восстановительные работы. Вслед за паводком 6 мая на территории республики установлен пожароопасный сезон, с начала которого зарегистрировано уже 149 лесных пожаров площадью 145 тысяч гектаров. На сегодня действует 53 лесных пожара. Прогноз погоды сложный с точки зрения пожарной опасности. И учитывая сложность ситуации для наращивания сил и ресурсов, в том числе и с федерального резерва, я 11 июня объявил региональный ЧС в республике. Все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности и сейчас важно работать с местными органами по предупреждению пожаров, по мобилизации при возникновении такой необходимости. Расслабляться нельзя ни в коем случае. Ситуация должна быть на полном контроле. Две недели, дорогие друзья, осталось у нас до главного события года. Игры «Дети Азии» возвращаются на свою историческую родину. Они пройдут уже восьмой раз летние игры и станут рекордными по своему масштабу. Ожидаются участия порядка трех с половиной тысяч юных спортсменов из 25 зарубежных стран, а также из ряда федеральных округов и регионов страны. Это самое крупное международное мероприятие в сфере детского спорта в России в этом году. Игры «Дети Азии» к сожалению, в первый раз пройдут без их инициатора, нашего первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева, основателя современной Якутии. И для всех нас очень важно продолжить дело его жизни, воплотить его мечту о будущем детей, о будущем Якутии. Также важно, что проведением этих масштабных игр от имени всей нашей страны мы подаем пример стремления к миру, пример дружбы и сотрудничества, основанного на взаимном уважении в народах и государствах. Уважаемые коллеги, я завершаю свое выступление, еще раз хочу заявить о своей готовности к постоянной совместной работе с государственными собраниями в Туман-Республике Саха-Якутия, со всеми народными депутатами, с представителями всех фракций. Конечно, у всех партий, у всех депутатов есть своя платформа, своя позиция, свои принципы, но я уверен, что в сегодняшнее время, когда Родине нужен каждый из нас, нужно наше единство для самого главного, для победы нашей Родины. Этим мы все сегодня должны руководить. Это самое важное. Вместе только вперед. Спасибо большое за внимание. Готов ответить на вопросы народных депутатов. Спасибо, Асин Сергеевич. Уважаемые народные депутаты, записываемся на вопросы. Принято. Федот Сергеевич Филиппов, пожалуйста. Спасибо. Доброе утро, уважаемый Асин Сергеевич, Алексей Ильич, уважаемые народные депутаты и приглашенные. Во-первых, хочу выразить Асин Сергеевичу огромную благодарность за ваш кропотливый и нелегкий труд во благо развития нашей Республики от имени нашей Родины, Верхъеннелюйского и Горного Лусов и от себя лично. И вопрос у меня насчет газификации. Ко мне обратились весной этого года группа жителей села Бердегостях Горного Луса по инициативе гражданки Максимовой. Как мы знаем, есть постановление Российской Федерации от 16 апреля о проведении газовых сетей до участков. Вопрос стоит в том, что я должен, обязан выставить вопрос в селе Бердегостях по улице Карьерная, там, где они живут, на сегодняшний день нет газа, ну, газ еще не проведен, а там на миссии я был, обсудили это дело с главой села Бердегостях и с жителями данного участка. Там есть трудности, говорят жители, технические трудности о проведении газа. Глава ответил то, что в плане стоит на следующий год, будут провести. И вот жители, которые ставят вопрос, они, ну, ставят вопрос о том, что вот возникает технический какой-то вопрос, технические трудности о проведении газа. И согласно вот к этому о постановлении Российской Федерации о проведении газа, как идет вообще в целом в нашей республике, как будет реализоваться, как успешно будет реализоваться. И хотел бы вас попросить, чтобы правительстве взять под контроль данного участка в селе Бердегостях. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей Сергеевич, за вопрос. На самом деле абсолютно актуальный вопрос. И такие же вопросы задают жители многих населенных пунктов у нас, не только в Бердегостях, но и многих других сел, городов, начиная от Якутска, заканчивая вот теми селами, куда газ пришел достаточно недавно. И на самом деле справедливо, когда они говорят о том, что вот у нас на улице газа нету, а на соседней улице, в соседнем доме даже порой газ есть, а вот у нас нет. Именно для решения вот этих задач, для устранения этого неравенства нашим президентам было принято решение. Принято решение как раз на съезде партии «Единая Россия» в свое время по его итогам и была создана программа социальной доказификации. по которому как раз многие, вот как раз правильно сказали, технические вопросы, которые возникали, это чаще всего нехватка мощностей для того, чтобы газ можно было дальше уже подавать на новые участки. Вот эти технические проблемы решили. Как я уже в своем выступлении сказал, мы первые в стране, одни из первых в стране, входим в десятку здесь по темпам социальной доказификации, стабильно из первой двадцатки не выходят, первые на Дальнем Востоке. И что касается Бирдегистях, я здесь точно могу сказать, что если это в планах есть на 25-й год, значит, в 25-м году газ туда, на эту улицу придет. В зале Алексей Зачемович присутствует. Он, кроме того, что народный депутат и лидер фракции «Единая Россия», он также и возглавляет сахатрасный «Нефтегаз», который по договору с «Газпромом» как раз отвечает за нашу программу дозациальной догазификации в республике Сахар-Непуте. Я думаю, что он возьмет на контроль обращение гражданки Максимова и народного депутата Филиппова, который сейчас прозвучал, и этот вопрос будет решен. Но еще раз говорю, это не только конкретно по Бердеге-Сахару, но и по всем другим нашим болевым точкам, где вот десятилетиями порой «Газ» не мог дойти до следующей улицы, до следующего дома, но те вопросы сейчас решаются. Спасибо. Спасибо. Иванов Александр Игнатьевич, пожалуйста. Добрый день, Асен Сегеевич, добрый день, коллеги. Ну, у меня такой вопрос. Два дня назад я был на закрытом показе фильма «Незажившие раны Якутии». Это об ядерных взрывах и об отравлении моего района и ближайших районов и последствия этих. 50 лет все равно там радиация идет. Но сегодня дело не в этом. Это лишь показывает то, что не соблюдались интересы людей, жителей и имперским амбициям просто зарывали и отравляли, замалчивали при этом. На сегодняшний день вот эта история повторяется, на мой взгляд, только в другом виде уже. Не секрет, что последние годы очень много проблем с нашими недропользователями. аварии на реке Вилюй, когда люди возмущались, оштрафовали организацию на 50 тысяч рублей. Разлив нефть в Ленском районе, где депутатов вообще не пускали, когда они туда хотели зайти, посмотреть. Золотовыщики вообще образили, они в Тянском районе чуть ли не косвенно приравнивают наших жителей иноагентом. Дорога Мирный, Ленск разрушен недропользователями. Сейчас такой промышленный район, как Ленский район, сидите в острове, не может не вылететь, не выехать. Вот таких вопросов очень много, и у людей выходит такой вопрос задается мне и, соответственно, к вам тоже. Кто же у нас в республике хозяин, на самом деле? По конституции народ, который живет в республике во главе с нашим Эльдарханом или же недропользователи, люди, которые приехали зарабатывать, копают, потом через 50 лет мы будем снимать фильмы о том, как из-за этих их деятельностей наши дети страдают и болеют. И второй вопрос, пока у меня время есть. В 2018 году в Нюрбе был подписан Конституционное соглашение о строительстве КОС, Конституционное Сорежение. До сих пор земля спаханная, 63 миллиона денег ушли, уголовное дело завели, а продвижения нет. Когда я спрашивал МВД, в чем дело, Конституционное соглашение ежегодно продлевается вами. Из-за этого мне сказали, что уголовное дело довести не могут. Второй вопрос, есть решение суда, вступивши законные силы, о том, что в Нюрбе должно быть электричество. Вторая линия 110-я, она сейчас пылится в приставах, у приставов пылится. И третья, во время выборов вы приехали и сказали, что в Нюрбе проведут газ. Народ обрадовался, но в конечном итоге газ ушел на Кын и без населенных пунктов. Люди опять остались обманутыми. Вопрос, где наш КОС, где наш газ, где наша энергетика? Вот так. Спасибо, Александр Игоревич. Вы задали четыре вопроса. Получается, что лимит вашей партии в два раза уже превысили. Это, как говорится, вопрос к ведущему. Что касается вопросов, которые вы поставили по недропользователям. Я, уважаемый Александр Игоревич, не стану комментировать там ваши высказывания насчет того, кто здесь власть, кто не власть. На самом деле по Конституции у нас четко определено, что образитель власти это многонациональный народ. И других вариантов здесь быть не может. Я бы не стал разделять здесь, вот народ здесь, недропользователи там, кто такие недропользователи. Ну вот взять компанию Аларуса, например. Это наши с вами жители. Вы почему одну часть нашего народа противопоставляете другую? Это вот на самом деле ничем хорошим никогда не заканчивается. искусственное вызывание отторжения той или иной части. Я вообще считаю, что за последние годы в области работы с недропользователями Якутия как раз, как никогда, достигла хорошего паритета баланса интересов. У нас за последние годы, за последние вот пять лет, ну вот последняя, конечно, та трагедия, которая была в восемнадцатом году на приисках Аларуса, крупных техногенных аварий не происходило и не происходит. Конечно же, есть споры, споры между местными жителями и компаниями, которые решаются. В том числе и по тянскому наследу, я уверен, что решения будут найдены и баланс интересов опять же будут учтены. Я недавно встречался с Алисей Александровичем Мордашовым, хозяином Норголда, который ведет разработку месторождения золота там. Конечно же, у него очень достаточно серьезные и большие планы по инвестированию именно в социальную сферу Алёкминского района и Республики Саха-Якутия в случае, конечно, если инвестиционные решения будут им приняты о дальнейшем развитии проекта в Алёкминском районе. Сегодня не надо думать, что у нас там огромная очередь из инвесторов, которые стоят и прямо желают инвестировать в Ипутии. По счетам наших природно-климатических в первую очередь условий и транспортных условий, за каждого инвестора на самом деле нам надо бороться по-хорошему, а не пытаться их здесь отпугнуть тем, что здесь население, которое их совсем не ждет. Вот те, кто на местах живет, они, еще раз говорю, при правильном отношении, при правильном подходе абсолютно нормально работают. И здесь, конечно, пример подает наша самая главная, наша бюджетнообразующая компания, компания Аурус, которая является одной из самых таких, наверное, социально-ориентированных компаний в целом в нашей стране. Поэтому здесь работа будет продолжаться, вот те вопросы, которые возникают, будут в оперативном образом решаться. Что касается Нюрбы, Александр Ильич, то я вас спросил бы просто на пасы не врать людям. Я газ в Нюрбе никому и никогда не обещал. Особенности вот на выборной кампании 23-го года, на которую вы сходите. Что вы здесь, народ-то, в заблуждении выбор? Не надо здесь никого обманывать. Газ сейчас должен пойти на накрыт. В этом случае у Сахат Расснятия газа появятся возможности для дальнейшей работы по освоению месторождения Среднечунского, той части, которая у него сегодня имеется. С дальнейшей возможностью газификации сначала части Верхневерийского района, левобережной части, ну а потом в дальнейшем конечно же можно говорить и о дальнейшем продвижении газа в сторону Евгенского района. Но это не так, что вот мы сейчас пальцем щелкнули и завтра мы детальными газопроводами туда пошли. Это вопрос десятилетий серьезной и вдумчивой работы, которая в том числе зависит от наполнения доходов бюджета, которая в первую очередь у нас в республике зависит от тех метропользователей, которых вы тут предлагаете всех выгнать. Товарищи вам. Что касается энергетики, здесь никакого ареста нету, просто-напросто компания Якутская Энерго, дочка Русгидро, на сегодняшний день проект по строительству ВЛ-110 от Сунтар в сторону Нюрбы, в силу отсутствия у него возможностей по финансированию пока проводить не может. Убытки у них большие, если говорить простым языком. Проект у них есть. Тот проект, который мы хотели в свое время от Солроса реализовать, вот как раз Якутская Энерго и Русгидро попросили остановить для того, чтобы самим его реализовать, но, к сожалению, пока он не реализован. Уверен, мы дальше будем добиваться того, чтобы ВЛ-110 от Сунтар в Солннью был, у нас появится. Это абсолютно важное и необходимое для республики, для западных наших районов проект. Что касается ХОС, конституционное соглашение, да, по нему консидентом является Нюрминский район. К сожалению, со стороны тех исполнителей, которые были выбраны районом, решение не реализовано. Сейчас идут, как вы правильно сказали, разбирательства. Если будет необходимость, будут и уголовное дело возбуждаться. Но это будет все идти в строку в соответствии с законом, а не с каким-то здесь публичными призывами немедленно кого-то взять и немедленно кого-то там посадить. Все разберутся, так, Александр Менович. И решение будет принято законным и правильным. Романов, уважаемые коллеги, по одному вопросу. Иннокентий Иванович Романов, пожалуйста. Доброе утро, уважаемый Айсен Сергеевич, Алексей Ильич, народные депутаты, приглашенные. Айсен Сергеевич, ну, как историк, я могу сказать, что за последние сто лет транспортная проблема в нашей республике, она одна из основных у нас, конечно, решена достаточно серьезно. Ну, я не буду затрагивать все виды транспорта, один из главных нас авиация. Вот вопрос об обновлении, модернизации, особенно местной авиации, насколько он продвинут у нас и какие планы у нас действительно в этом направлении. Спасибо. Иннокентий Ильич, правильный вопрос, я абсолютно поддерживаю постановку задачи именно в части модернизации местной авиации. У нас, к сожалению, на сегодняшний день, конечно же, срок эксплуатации самолетов малой авиации, как ее называют, региональной авиации, это АМ-2, АМ-24, уже крайне высокий. И, к сожалению, огромному на сегодняшний день, честно вам скажу, что здесь у нас, пока у российской промышленности готовы для нас решения. Нам обещают самолет Байкал вместо АМ-2. Здесь, конечно, перспективы более близки. Нам говорят, что уже в 25-м году начнется его промышленный выпуск. Самолет уже прошел все стадии всех испытаний. И уже должен быть запущен. И мы надеемся, что в этом случае, конечно, замена АМ-2 в лице самолета класса аналогичного самолета Байкал уже в нашей авиации появится. Что касается замены АМ-24, то здесь пока только проглядывается ИУ-114, но вы все знаете, что после той аварии, при испытаниях, которая произошла у этого самолета, был такой промежуток, когда все было остановлено, сейчас опять по новой все запущено с полностью уже российской техникой, российскими моторами, но, к сожалению, я буквально неделю назад встречался с одним из руководителей, заместителем министром промышленности Российской Федерации, но в горизонт 26-й год, когда будет принято решение об его запуске, поэтому пока у нас такая ситуация достаточно сложная, я полностью разделяю вашу озабоченность, будем дальше делать все, чтобы самолеты у нас летали безопасно, здесь вопросы безопасности крайне важны, но вот обновления будем на всех уровнях поднимать, чтобы вопросы решались более быстрыми темпами, нежели чем они делаются сейчас, именно по российской промышленности. Спасибо. Гаврил Павлович Парафин, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Спасибо, что вы свое выступление начали со слов пять фракций в Государственном собрании ЛТУМН. Мне это очень приятно. У меня два таких коротеньких вопроса, Айсен Сергеевич. Мы с вами обсуждали в преддверии кампании 23-го года одну такую проблему, я ее озвучивал, но до конца мы не довели этого проблемы. Они много говорят, и я по этой дороге, ну раз, наверное, 15 двигался, передвигался, ездил в командировке, это Ленск, мирный. Сделайте ее железной дорогой. Вы сейчас сказали в вашем отчете, что очень много компаний, которые работают у нас в Якутии, и, конечно же, в этом и в Ленском, и в Мирницком районе очень хорошо себя зарекомендовали, хорошие дивиденды, доходы. Нельзя ли их попросить, чтобы они эту железную дорогу смогли все-таки сделать для того, чтобы, все-таки, я думаю, что процентов, наверное, 80 тяжелых машин двигаются именно по этой, по этому промежутку в 200 километров. Возможно ли это запланировано, не запланировано? И второй вопрос по поводу дальнейшего развития нашей республики. Мы прекрасно понимаем, что сегодня все-таки тоже, наверное, процентов 80 доходов и вообще как бы жизни нашей социально-экономического развития это предприниматели. Один процент УСН было очень здорово. И это, как бы, знаете, такое раздразнили мы предпринимателей. Пошел рост и по налогам, я знаю точно, и по увеличению количества предпринимателей, которые начали работать открыто. В том году 2,7. Нельзя ли хотя бы 2,7 оставить, чтобы на 5 лет, может быть, на 10, чтобы дать возможность нашим предпринимателям развиваться? Все-таки у нас совсем другие условия жизни, у нас совсем другой регион, сложный, вы это все прекрасно знаем. Возможно ли оставить в отметке 2,7? Потому что 4,4, а потом 6, это я считаю неправильно. Спасибо, Гаврил Павлович. Что касается дороги Ленск-Мирный, конечно же, эта дорога, дорога Мухтуя, для нас крайне важна. К сожалению, в последние годы много с ней проблем, проблем связанных как с увеличивающейся на нее нагрузкой, вот о которой сегодня говорили, так и с тем, что, конечно же, сейчас, после того, как начался ремонт, ремонтные работы, безусловно, это тоже несет на себе определенные недостатки. Причем значительные. там ряд решений принят на сегодняшний день уже на нашлом уровне. Во-первых, у нас содержание этой дороги передано Муат Алроса, которая, в принципе, всегда исторически этим занималась, и это опытное, большое, хорошее предприятие, с точки зрения содержания уже в вопросах меньше, выросло и увеличилось финансирование почти где-то, ну, 40-50 процентов, наверное, вот за последний год мы увеличили именно финансирование содержания этого участка дороги. Ну, во-вторых, конечно же, это ремонт. В прошлом году у нас основная часть средств была выделена как раз на то, чтобы завершить мост через реку Неве свыше миллиарда рублей, миллиарда, если быть точным, из Дорожного фонда было туда направлено. Мост сейчас сделан, ну, и около 10 с лишним километров по прошлому году. В этом году уже до 30 километров должно быть сделано, в последующие годы уже свыше 70 километров дали. План дорог, план работы уже расписан, средства у нас из бюджета Дорожного фонда тоже предусмотрены. Я считаю, что надо нам ее сначала привести в нормативное состояние, вот хотя бы эту дорогу. Что касается железной дороги, это, конечно же, интересный вариант, Голубий Павлович, но опять же, здесь надо смотреть, насколько это все будет интересно с точки зрения грузоперевоза. ведь те же нефтяники, которые активно сейчас там возят, в том числе и с Руиниф после добычи, до участка, где идет приемка на высоту, они по нашему, по нашей, в результате нашей работы сейчас ускорили свои планы, и мы надеемся, что уже в этом году у них врезка произойдет трубопровод именно в районе добычи, что позволит уже со следующего года снять вот эту нагрузку нефтяников, по крайней мере, с точки зрения перевозки их продукции, что, конечно же, опять же, уже послужит улучшению состояния автомобильной дороги. Поэтому здесь надо смотреть, но на самом деле, конечно, вопрос строительства от Ленской железной дороги, причем не только в сторону Мирна, но и в сторону Якутска, это же один из тех проектов, который еще в советских времен обсуждался, и, знаете, он очень такой в среднесрочной перспективе, не в краткосрочной, а в среднесрочной, конечно, он имеет очень такие большие возможности быть реализованным. Но еще раз говорю, это все-таки среднесрочная перспектива, это не вопрос ближайших лет пока. Что касается вопроса вашего по УСН, Гавер Павлович, вы знаете мою ипозитную, я всегда поддерживал малый бизнес, именно по моему требованию было сначала один процент установлен, потом в прошлом году 2,7 была такая компромиссная точка найдена, сейчас дискуссия идет. Знаете, что сейчас идет налоговая реформа в стране. С одной стороны порог УСН увеличивается там до 450, если не ошибаюсь, миллионов рублей. Это тоже было одно из просьб малого бизнеса, который мы наверх транслировали, и я благодарю, что правительство страны, что были услышаны регионы, и предел УСН достаточно серьезно сейчас будет увеличен. Вместе с тем появился такой налог, как НДС при УСН, там при оборотах свыше 60 миллионов рублей. Сейчас надо оценить, насколько это коснется бизнеса, какой части бизнеса это коснется. По тем данным, которые у меня есть, это где-то 6% бизнеса. Это крупный, активный бизнес, который достаточно значен для республики. Отдельный вопрос это, конечно, Арктика. По Арктике, вы знаете, мы УСН все-таки сохранили на низком уровне, и уверен, что и в дальнейшем мы будем делать все, чтобы поддерживать особенности в арктийских наших районах малый бизнес. Что касается ставки, будет ли она 4 с лишним, или останется 2,7, или будет найдено другое решение, но я считаю, что в течение этого лета надо нам 7, и народным депутатам, и правительству, и сообществом предпринимательским активно поработать, экспертно поработать, привлечь науку, посчитать и потом уже принять извешенное решение, которое, с одной стороны, не ударит по бюджетам муниципалитетов, в первую очередь, а с другой стороны, позволит нашему малому бизнесу быть уверенным и смотреть дальше вперед. Игорь Павлович, я поддерживаю предложение, которое вы высказали, многие его коллеги, в том числе и деловой России озвучили, о том, чтобы оставить ставку, все-таки сделать ее долгосрочной, чтобы мы ее расприняли и все-таки хотя бы 5 лет продержали ее на одном уровне, а не меняли каждый год из-за тех или иных объективных или субъективных факторов. Спасибо. Нюргьяна Юрьевна Заморщикова, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Я подготовила вопрос как раз конкретно по налоговой реформе, и так как нужно соблюдать регламент, я снимаю свой вопрос благодаря коллеге Александре Иванову. Спасибо. Ринат Равильевич Хусавинов, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Айсен Сергеевич, Алексей Ильич, коллеги, приглашенные. Айсен Сергеевич, хочу вас поблагодарить за вашу работу, а также за оказание содействия в развитии Алданского района, для нас это очень важно. В республике пришлось столкнуться с пожарной ситуацией, с паводками, но немаловажное событие, произошло, вы в курсе, значит, ввиду поднятия воды на реке Селегдар подмыло среднюю опору, обвалился мост. Насколько я знаю, вы сразу отреагировали, предложили свою помощь. На сегодняшний день ситуация как бы серьезная. Руководство Алданского района отрабатывает на все 150 процентов по мере всех своих возможностей. здесь необходимо, конечно, подключиться правительству всецело, чтобы этот мост восстановить и логистика, чтобы была налажена. Ведь у нас на сегодняшний день не только население хатастыря, там также и находится дачный поселок Тобук, страдают все. На сегодняшний день под риском строительства запланированное, которое у нас в этом году также, то есть грузовые машины там со строительными материалами не пройдут. Вот, хотел бы у вас узнать, какие меры уже предприняты со стороны правительства. Спасибо. Спасибо, Ренат Равидич. Да, к сожалению, вот у нас такой случай есть, когда в результате подъема воды мы построили в 80-х годах прошлого века по способам через реку Селегдар он обводился, средняя его часть. Предприниматель сейчас будут выяснять, деньги из бюджета выделены для того, чтобы провести работы, понять причину, почему это случилось. Ну и, конечно же, Ренат Равидич, мост будет восстановлен. Конечно, эта работа такая серьезная, проектная снятая документа должна быть сделана и потом проведены работы. Мы с Александром 166-го главного района ВКонтакте, он буквально позавчера, по-моему, не докладывал, ну, после того, как там в телеграм-каналах появилась информация о некачественной подготовке временного сооружения для переезда. Но, Александр Викторович считает, что вот та работа, которая сейчас проводится, она идет правильно. Проезд для, в том числе, для грузового транспорта, он будет восстановлен буквально в эти дни, он говорил, что до 15-го проезда там появится. Ну, и, соответственно, в дальнейшем мы, конечно, должны мост построить с тем, чтобы никаких проблем там не было. Ну, конечно же, здесь будут оказываться помощи района, понятно, что мост современный через немаленькую речку, он, конечно же, стоит не одну сотню миллионов рублей, и здесь без софинансирования со стороны Дорожного фонда республики говорить о возможности его реализации нельзя. И здесь соответствующая помощь будет оказываться. Спасибо за вопрос, Ирина Анатольевич. Прошу вас также этот вопрос на контроль держать, но если есть необходимость, нас тоже подключайте. Николай Макарович Наптосов, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Анатольевич, народные депутаты, члены правительства, приглашенные. Вопрос о состоянии дороги Мухтуя непосредственно от моих избирателей, жителей Ленского и Минского районов. Мой коллега Гаврил Павлович Маратин в принципе озвучил. Единственное я хотел бы услышать от вас, Лесен Сергеевич, дополнение. Это информацию по итогам выезда нового руководителя управления автомобильных дорог в республике Сахая-Якутия и Индиева Амирхана Мухарбековича. На эту дорогу. Это было на позапрошлой неделе. Николай Макарович, вы вопрос в чем? Вопрос по состоянию той же дороги Мухтуя. Я бы хотел вас услышать дополнение. На позапрошлой неделе выезжал туда непосредственно новый руководитель управления автодорог у нас Индиев Амирхан Мухарбекович. Я бы по итогам хотел от вас информацию услышать. Говорят, есть какие-то соглашения с Газпромом в отношении этой дороги, то есть ее содержание и вполне возможно ее обслуживание силами недропользователей. Николай Амирхан Мухарбекович после его выезда туда не встречался. Мне доклады по Мухтеев после этого не было. Та информация, которая у меня есть, она именно говорит о том, что мы сейчас в этом году должны 30 километров отремонтировать этой дороги, привезти ее в нормативное состояние. На это средство у нас свыше миллиарда рублей из Дорожного фонда Крутусмута. Что касается ее содержания, то сегодня по содержанию работает Муат Авроса, но и компания Иркутская нефтяная компания, они сейчас дополнительно конечно технику предоставляют для того, чтобы обслуживать те участки, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Соглашение с недропользователями о том, чтобы они каким-то образом на содержание эту дорогу взяли, это достаточно сложно, это же регулярная дорога. Они могут участвовать через выделение техники дополнительных каких-то сил именно в обслуживании тех или иных участков, за которые повышенная нагрузка с их стороны идет. Спасибо. Тихон Николаевич Скребин, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Асен Сергеевич, Алексей Ильич, народные депутаты, члены правительства. Фракция партии Единая Россия всегда находится на связи со своими избирателями и значительная их часть представляет сельское население. На встречах в основном положительно оценивают существующие меры поддержки отрасли сельского хозяйства. В этой части очень многое делается, реализуются федеральные региональные программы. Но, тем не менее, с точки зрения инфраструктуры в сельской местности есть ряд вопросов у наших избирателей. Инфраструктура это не только социальные объекты, но это еще и производство сельхозтоваров, благоустройство, комфорта, проживание. Но в связи с этим у меня такой вопрос. Какие дополнительные меры могут обеспечить высокий уровень проживания на селе? Можем ли мы увеличить финансирование на инвестицию в производственные объекты сельского хозяйства, такие как строительство маслозаводов, каннибас, современных ферм для КРС, цеха переработки сельхозпродукции, овощехранилища, общежития для молодых специалистов и так далее? Спасибо. Тихон Григорьевич, хороший, серьезный вопрос, но я думаю, что как раз наша политика развития села в целом как раз направлена на то, чтобы комплексно подходить к этим вопросам. С одной стороны, конечно же, мы как республика в первую очередь заинтересованы в том, чтобы условия жизни людей, населения, они улучшались. И заметьте, у нас значительная часть построенных объектов социальных, она строится именно на селе. Что и объекты образования, и культуры, и здравоохранения, и социальной сферы. И эта политика будет и дальше продолжаться. И сегодня мы видим, что на самом деле поведетворенность именно инфраструктуры для жизни, она уже у населения сельского значительно повысится. Вместе с тем, конечно же, остается очень проблемный вопрос, о котором я всегда открыто говорю, и о котором с вами многократно обсуждали, это вопрос развития именно сельскохозяйственного производства. Сельского хозяйства не просто как образа жизни, который у нас через личные подсобные хозяйства многие люди ведут, и который мы должны и будем поддерживать, но именно сельскохозяйственное производство как отрасль экономики, которая должна решить главную задачу, обеспечить подовольственную безопасность республики Сахарин. И с этой точки зрения мы здесь сказать, что мы успешно эту задачу решаем никак не нужно. Есть локальные успехи, но в целом есть тенденцию посмотреть, но все-таки пока больше знаете, такое у нас экстенсивное развитие. И здесь, конечно же, надо говорить о развитии товарного производства через внедрение инновационных технологий, через более широкую автоматизацию, через, знаете, в нашем якутском селе. У нас, к сожалению, вот эти предрассудки еще сидят, что у нас на селе люди такие вот, не сильно у них все хорошо с образованием, так далее, поэтому давайте им что попроще и вот типа вот это я категорически с этим не согласен. У нас люди на селе живут талантливые, люди живут настоящие патриоты своей родины, люди живут и которые могут научиться знаете, обладением любой техникой, в том числе импортной, за очень короткое время. не работать на ней могут не хуже, чем другие. Просто мы боимся иногда из-за стоимости, иногда из-за каких-то там боязней работы с высокоточной, высокопроизводительной технологией сделать этот шаг. И боимся, конечно, привлекать частные инвестиции. Вот почему-то мы все считаем, что только за счет государства можно сельское хозяйство поднять. Вот если посмотреть сельское хозяйство России, то лет десять назад оно находилось примерно в таком же состоянии. Когда были большие убытки сельского хозяйства, когда считалось, что сельское хозяйство это черная дыра, бюджета российского, так и вкладывать смысла нету никакого. Но вот ниоткуда без добра, наверное, этому помогли санкции, которые с 2014 года появились. Сейчас это та отрасль, которая на самом деле генерирует очень серьезный финансовый поток, в том числе и для бюджета российского, федерального, сопоставимый до недавнего времени, а сейчас уже намного превзошедший финансовый поток, который шел от экспорта вооружения за границу. О чем это говорит? О том, что при правильном подходе на один рубль государственных средств надо привлекать несколько рублей частных инвестиций. У нас в Якутии уже есть примеры, когда предприниматели, городские, например, активно вкладываются. Есть примеры здесь, когда можно привлекать средства финансовых институтов развития российских. Тот же кирпичный комплекс Сайюри, он же построен за счет привлечения в первую очередь средств дальневосточных различных программ федерации. И успешно сейчас работает и снабжает 25-30% овощной продукции по-якутскому закону. И работает на абсолютно понятных таких рыночных условиях. Поэтому здесь нам с вами, коллеги, надо очень большую работу провести. С одной стороны, по сохранению объемов поддержки сельского хозяйства. Оно абсолютно необходимо, оно нужно. Но с другой стороны, более активному все-таки участию бюджета не только в прямом финансировании строительства тех или иных объектов производства, а скорее как раз в софинансировании при возможности привлечения частных инвестиций. Будь то изнутри республики, из вне республики, не имеет значения. Средства, которые инвестируются в Якутии, это уже средства, которые здесь в Якутии остаются и работают на пульту Якутии. Поэтому, исходя из этого, мы, конечно, программу по развитию местного нашего производства, на самом деле, не только сельскохозяйственную, я во своем выступлении про это говорил, территории местного производства, они у нас должны быть направлены на все сферы, начиная от развития местного туризма, заканчивая производством местных строений. Вот по всем этим направлениям надо вот так сосредоточиться и так работать. Спасибо. Владимир Михайлович Прокопьев. Спасибо. Уважаемый Эсен Сергеевич, уважаемые коллеги, мы знаем, что заработал 12-й пакет санкций в отношении нашей страны и с 1 января этого года страны есть, в жизни запретили импорт алмазов из России с 1 марта, импорт бриллиантов с 1 сентября будут отслеживать и отслеживать и импорт и сертификацию. Сегодня БИРС поддержал вот эти санкции, поэтому, исходя из того, что компания является нашим одним из доходных предприятий республики, мы получаем львину долю собственно доходов в виде налоговых поступлений от компании ЛРОСа. Ну, как Вы считаете, какова перспектива нашей компании и какие имеются расчеты по будущим доходам нашей республики? Спасибо. Спасибо. Спасибо, Владимир Михайлович. Вопрос, конечно, очень серьезный и очень важный. Но так как я выступаю здесь в открытом режиме, я все рассказывать не буду. Хочу сказать, что у нас комплекс мер компании разработан и реализуется. На сегодняшний день все бюджетные обязательства компании ЛРОСа перед республикой они все выполняются. Есть масса вопросов, связанных и с станциями и вообще с мировой обстановкой с волатильностью рынка алмазов. Мы сегодня видим, что к сожалению последние несколько лет это еще до санкций рынок алмазов все-таки испытывает серьезное давление как со стороны искусственных алмазов, так и вообще со стороны рынка в части снижения спроса на ряд ценовых категорий тех или иных алмазов. Вместе с тем мы видим, что компания ЛРОСа успешно справляется и с санкциями хочу вам здесь сказать так, не буду рассказывать как, но справляется и с вопросами наполнения бюджетов и республиканского и федерального все обязательства здесь выполнены. Ну и конечно же показывает пример социальной ответственности бизнеса по всем направлениям. Уверен, что так и дальше будем работать. Ну а что касается более дальних перспектив, то мы как раз 19 числа в мирном будем с руководством Министерства финансов Российской Федерации, заместителем Министра Моисеева, с рядом членов наблюдательного совета обсуждать вопросы реализации наших стратегических планов. Здесь я считаю, что государственное собрание тоже надо будет подключаться на какой-то стадии. Дело в чем? В свое время, знаете, где-то в 2005-2006 годах на руководстве компании Алроса, благодаря наблюдательному совету, наступательной позиции тогда и республики Саха и Якутия во главе с Штуром Вячеславом Анатольевичем, был принят такой долгосрочный серьезный план инвестиционный, который позволил ряд инвестпроектов запустить на сегодняшний день, которые реализуются по всем направлениям. В первую очередь оказалось, конечно, средство подземных рубинок. Сейчас эти проекты уже реализованы, они дают основную массу как раз по товарной массе компании Алроса, а сейчас пришел период, когда мы должны такие же инвестиционные решения принять, для того, чтобы уже на горизонте 30-го, 35-го годов у нас в строй начали входить новые производственные проекты, которые дадут возможность компании Алроса дальше, на многие десятилетия вперед работать и обеспечивать и рабочие места, и доходы бюджета, и республики, и Российской Федерации, и сохранять вообще одно из лидирующих мест в мире подобных чайных. Вот этот мир глубокий, мы уверены, что сейчас как раз окончательные решения мы примем на совещании 19 июня, но я ставлю вопрос так же и по переходу на подземную добычу по юбилейке, по Айхау, так, потому что надо эти решения принимать, срочно, причем, для того, чтобы у нас перспектива по Айхау, в целом, по существованию поселка, тоже была вполне понятна и очевидна на ближайшие полвека вперед, иначе мы сейчас можем какой-то период упустить, когда эти решения поздно будут принимать. Ну, пока поддержка есть на всех уровнях, так, но вместе с тем, еще раз говорю, вот для нас, на мой взгляд, главная задача сегодня, наряду с тактическими задачами, работы в условиях санкций, это стоит сречийская задача обеспечить производственные проекты, их запуск, для того, чтобы через 10-15 лет уже республика, в том числе, как один из основных акционеров компании «Алроса», могла уверенно смотреть еще в будущее прогнозировать по деятельности «Алроса» еще на полвека вперед. Спасибо. Слово предоставляется Наталья Константиновна Сидоркина, пожалуйста. Уважаемые депутаты, члены правительства, приглашенные, конечно, мы сегодня примем отчет к сведению о результатах деятельности правительства. Конечно, мы отмечаем очень многие положительные моменты в работе, но понятно, что есть и вопросы, и проблемы, и их не может быть, если мы работаем. Всегда были, есть и будут острые вопросы, и спасибо коллегам, которые их обозначают. Я, как депутат от города Ленск, хочу еще раз акцентировать внимание на проблеме автодороги Ленск-Мирный и поблагодарить сегодня своих коллег, депутатов различных политических партий за единодушие. Иннокентий Романович, который обозначил проблему малой авиации, Николаю Макаровичу, Гаврию Павловичу, которые из своей квоты в два вопроса понимают, что это очень серьезная проблема и ее обозначают. На самом деле мы сегодня принимаем к сведению отчет за 2023 год, а мы всю весну, лето и осень 2023 года на всех уровнях говорили о проблеме этой автодороги. Сегодня мы до Мирного добираемся 6-7-8 часов, хотя участок дороги 230 километров. Мы сегодня 20 километров едем 2 часа, а если к этому прибавить еще и нашу оптимизацию, которая произошла с нашим предприятием аэропорт Ленск, отсутствие субсидированных авиаперевозок, в частности до города Якутска, то сегодня в Ленске мы вообще говорим о транспортной блокаде, о транспортном коллапсе. У нас, конечно, будет отчет еще за 2024 год и за 2025 год, и я надеюсь, что мы общими усилями правительства, депутатов различных политических фракций, недропользователей этот острый вопрос снимем. Спасибо, еще раз спасибо коллегам, крепкого здоровья, сил, уверенности и терпения всем нам. Спасибо. Гаврил Павлович Парахин, пожалуйста. Еще раз, коллеги, здравствуйте, здравствуйте правительство. Александр Сергеевич, конечно же, все познается в сравнении, а вам не позавидуешь, вам досталось на самом деле очень сложная ситуация, сложное время, пандемия, СВО, и мы сегодня прекрасно понимаем, сколько скрылось проблем и в образовании, и в медицине, и вообще как бы во всех основных моментах связанных с нашей социально-экономической деятельностью мы говорим про санкции. Александр Сергеевич, ну не слышал я про инвалидов, мы проводили парламентский час про инклюзивное образование и понимаем, что проблематика очень серьезная, хотел, чтобы вы обратили внимание и правительство тоже на это внимание обратило, потому что были озвучены суммы 2 миллиарда рублей, это серьезные суммы, чтобы сегодня появились дополнительно учебники, появились дополнительно здания, школы, потому что инвалидов, как я считаю, не только по детям, но и по взрослым вообще в общем будет еще больше, мы прекрасно понимаем, что СВО продолжается и раненых все больше и больше приходят к нам на родину, возвращаются наши земляки. Еще хотел обратить внимание на авиакомпанию Якутию, продолжая тему предпринимательства и вообще как бы спорта, вы наверное слышали, я постоянно от вас слышу, что вы обращаете внимание на то, что говорит Владимир Владимирович Путин, последнее выступление его в качестве ведущего с министерством спорта, вообще со спортивным сообществом, что сегодня и до сих пор я знаю, чемпионы Дальнего Востока от Якутии не получили деньги, участвуя на чемпионате России и опять в очередной раз это платили дети, дети родителей за детей, тренера бегают ищут деньги и в конечном итоге мы этот вопрос не можем решить уже годами и это очень важно, мы сейчас говорим про средства, выделяемые именно там, в последний раз я просил на 26 видов спорта, почти 300 миллионов нужна такая потребность до сих пор эти деньги не заложены в бюджете и до сих пор летают на эти соревнования за счет родителей. Почему авиакомпания Якутия? Да потому что давайте ее, а я согласен и она проблемная, но надо ее оставлять, надо ее поддерживать, тогда пусть они эта компания будет заточена на то, чтобы возить наших спортсменов, а это очень важно, давайте сделаем и поддержим предпринимательское сообщество, чтобы индивидуальные предприниматели, малый бизнес, работники в этой сфере, чтобы получали раз в два года проезд за счет республики. Если мы сегодня не поднимаем налог и сделаем плюс, если не поднимем, хорошо, но еще если мы сделаем возможность перевозку от работодателя его работников, которые оформлены, которые платят налоги, поддержать предпринимательство, пусть авиакомпания Якутия делает такие перевозки, и пусть мы давайте мы из бюджета заложим и будем субсидировать эти, пусть все субсидии, которые выделяются из федерального бюджета, пусть они будут заточены конкретно на авиакомпанию Якутию, а не там на S7 или на Аэрофлот. Это же очень будет здорово, Исен Сергеевич, про авиакомпанию Якутию, и тогда она даст свой очередной толчок, и мы тогда не будем на нее обращать не очень хорошими словами в адрес ее, как она себя ведет и как у нее какие перспективы дальнейшие. Это было бы очень здорово. По поводу списания долгов, я еще буду, наверное, задавать Министерству финансов вопрос, то, что сегодня треть долгов списывается и мы можем развивать туризм, и это я не знаю какие-то суммы, если это 50 миллиардов, значит это 15 миллиардов, если там 30 с копейками миллиардов у нас госдолг, это значит 10 миллиардов. Мы должны поддержать предпринимательство в этом направлении, чтобы они занимались сегодня туризмом, блогеров, давать им деньги, чтобы они раскачивали и рассказывали про какие у нас места есть. Это тоже очень важно, мне кажется, для сегодняшней для сегодняшнего момента в качестве такого бонуса от главы страны в качестве списания долгов, о котором я тоже говорил не раз. Это тоже очень важно. И конечно же я хотел, чтобы вы обратили внимание и поддержали сегодня тот момент, что сегодня очень много вопросов к мигрантам и вот эти сферы услуг в предпринимательском сообществе, да, нужно как-то сегодня попытаться сделать так, поддержать предприниматели, почему я и говорю, чтобы нишу в качестве услуг по тем направлениям, где в основном это было засилие мигрантов, чтобы какую-то часть мы все-таки могли минуту, пожалуйста. Надо как бы эту нишу забирать, я говорил об этом не раз, это как бы сам сегодня Бог велел нам при жестких санкциях, которые сегодня не санкциях, а моментах, которые мы сегодня будем требовать от мигрантов, приезжающих к нам, и скорее всего будет меньше, они будут маленько другие, но сфере такси, парикмахерских, общепита, мы сегодня должны 100% заинтересовать местного жителя, это было бы тоже очень здорово, пользуясь вот такой как бы моментом, то что сегодня происходит в этой сфере. Поэтому Айсен Сергеевич, конечно же отчет хороший, подробный, я поддерживаю, поддерживаю и правительство, которому сегодня тоже не так легко на самом деле, желаю вам удачи в этом нелегком труде, мы конечно же как депутаты будем стараться поддерживать, все делать для того, чтобы наша республика развивалась в нужном направлении, и жители у нас жили счастливо. Спасибо. Игорь Никитич, Григорий, пожалуйста. Уважаемый Айсен Сергеевич, Алексей Ильич, коллеги, приглашенные, прежде всего поздравляю всех с праздником Великой Страны, День России, которым вчера прошел. В 2003 году республика выбирала Юдархана и народных депутатов. Региональное отделение социалистической политической партии справедливо Россия патриоты за правду, поддержала Сен-Сергеевича. После избрания вместе с другими народными депутацией фракция дала согласие о главе о назначении ключевых постов в правительстве. На сегодняшний день мы сделали справедливый, правильный выбор. В прошлый постпандемийный год при санкциях недружеских государств, при проведении специальной военной операции республика достигла отличных показателей. Прежде всего это валовый региональный продукт достиг 2,3 миллиарда, триллиона, доход консервированного бюджета 263 миллиарда. Конечно, основным локомотивом просто послужил развитие промышленности это нефть, газ, алмазы, угол и золото. Отдельно отмечу, отметим развитие несырьевого сектора экономики, энергетической и транспортной инфраструктуры, развитие арктических территорий, ну и, конечно, сельское хозяйство, финансирование которого достигло больших 16 миллиардов из бюджета республики. Однако, надо посмотреть объем производства продукции 33,2 миллиарда рублей. Наконец, у всех возникло понимание срока завершения строительства мостового перехода через реку Лена, это 2008 год по поручению Владимира Владимировича Путина. Но, к сожалению, не удалось в 2003 году избежать изменения налогов и сборов, а также изменения по тарифам и коммунальных услугах. Тариф на коммунальные услуги электроэнергии предприниматель должен понимать в каких условиях работать. Даже при повышении ключевой ставки Центрального банка есть какая-то уверенность, что она все-таки упадет. Следующий уровень безработицы снизился до 5,7, а уровень бедности до 14. Показатели хороши по отношению к другим регионам. Однако, наблюдается социальное расстояние, увеличивается. Пенсионеры и работающие бедные на сегодняшний день это все-таки реальность. Конечно, нехватка рабочих мест во всех отраслях от промышленности до образования является сдерживающим фактором для роста экономики. Оценивая работу правительства при устранении последствий наводнений и тушения лесных пожаров, надо отметить, что в 2022 году произошло улучшение. Но отлично отработать невозможно. Быть для каждого идеальным правительством. Тем более выборный год многопартийной республики. По авиабилетам. Жители Арктики приобрели 35 тысяч авиабилетов по субсидированным тарифам. Но хочется большего по внутреннему устным и по России в целом перелетам. Особенно в период отпусков. Главное богатство это люди. Если смотреть с 2018 года, когда я стал депутатом, когда мы первый раз избрались Сан Сергеевичем, улучшение качества жизни в целом видно. Не перечисляя объекты здравоохранения и образования, культуру и спорт, социальное обеспечение, строительство жилья, автодорог, газификация, благоустройство сел и городов, все это обеспечивает более высокую социальную устойчивость. Достижение среднероссийского показателя продолжительности жизни 73 с половиной года. Укрепление межнациональных отношений, традиционной ценности, объединение якутян на принципах патриотизма и консолидации общества в условиях специальной военной операции и внешнего давления. Отдельно отмечу закон 2018 года о стратегии социально-экономического развития республики до 1932 года с целевым видением до 1950 указов главы по социально-экономическому развитию в городе Якутске, но также Нерингвинского, Милинского и Алданского районов, которые вносились к кортировке в 2023 году. Приоритеты обозначены и понятны. Реальный рост вала регионального продукта в 2024 году не менее 3,6% в 2024 в целом результат деятельности правительства в 2023 году положительный. Отчет подробный, ничего личного, ничего лишнего, все по делу, будет, что рассказать избирателям. Надо принимать сведения. Спасибо. Слово для выступления предоставляется Алексею Засимовичу Колодезикова. Пожалуйста. Уважаемый Асен Сергеевич, народные депутаты, уважаемые члены правительства, отчет главы республики по сути своей это не сухие цифры и не статистика, это программный документ и в отчете главы мы видели стратегическое направление на будущее. По сути своей все органы власти и депутаты всех уровней должны работать в соответствии с этим документом. Очень важно, что в отчете главы традиционно отражаются вопросы, которые ставит государственное собрание УТУМН. Эти вопросы народные депутаты формируют в рамках встречи с избирателями, с населением. И мы видим, что есть работа с населением, с депутатами правительства республики. Вот простые примеры из заданных сегодня вопросов. Тоже сама улица карьерная в Бердегистях. Минстру республики уже принял решение и 31 мая подписан протокол, в соответствии с которым выделяется субсидия Бердегистяцкому наследу. И в течение двух лет действительно этот микрорайон будет газифицирован. Я на прошлой неделе встречался с главой горного района Никитой Викторовичем и мы обсудили как обеспечить своевременность выполнения этих работ. Или давайте возьмем это среднетюнское газоконсантное месторождение. По обращению можно сказать по проправке народного депутата Владимира Михайловича Прокопьева. Правительство поддержало. В этом году в бюджете предусмотрены средства на проектирование обустройства среднетюнского месторождения, что позволит увеличить добычные мощности. Более того, по поручению главы республики мы с первым заместителем председателя правительства Борисовым Джулстаном Анатольевичем участвовали в работе экспертной группе «Газпрома», где поставили вопрос увеличения до 400 миллионов добычи газа. И это два простых примера из сегодняшней озвученной, как работают народные депутаты с населением, с правительством, как правительство отрабатывает эти вопросы. Считаю, что у нас в этом плане работа выстроена. Да, 2023 год был тяжелый не только для республики, но и для страны в целом, но надо отметить, что по основным показателям наша республика занимает лидирующее положение на Дальнем Востоке. Мы видим, что и газификации тоже самое, выделяется особое внимание главу республики. С 2021 года глава республики особое внимание выделяет, и правительство смотрит на этом направлении. Мы видим, как мы строим газовые сети. Если предыдущие годы вводили по 20-30 километров газовых сетей, сейчас на протяжении трех лет 250 ежегодно. Видим, что идет модернизация жилищно-коммунального хозяйства, строятся дороги, у нас энергетический комплекс развивается, социальная инфраструктура. Уважаемые коллеги, если так посмотреть, то очень важно, что работа главы республики, руководство правительства синхронизировано с политикой, которая выстраивается в нашем государстве, нашим президентом, Владимир Владимирович Путин. Мы рассмотрели отчет на фракции и я обращаюсь ко всем народным депутатам вне зависимости от партийной принадлежности отчет главы принять. Спасибо, уважаемые коллеги. Я вас благодарю за очень хорошие вопросы, которые были заданы Василий Сергеевичу. Должен напомнить о том, что кроме тех вопросов, которые прозвучали сегодня на пленатном листании в рамках подготовки отчета, комитетом были собраны от народных депутатов и направлены в адрес главы республики более 50 вопросов, которые были предоставлены вами заранее. Ответы на них получены я думаю, что вы полностью доли двойны. Должен отметить, что ежегодный отчет органов исполнительной власти республики перед государственным собранием Велтумана республики проходит очень конструктивно. На этот раз он тоже прошел достаточно хорошо, потому что мы работаем в таких условиях, которым, конечно же, не позавидуешь. Страна находится в тяжелейшем санкционном режиме. прочистки и объявлена война с западным миром, но, тем не менее, наша страна показывает темпы экономического роста по итогам 2023 года. Не исключением является наша республика. Наша республика не только в 2023 году, но и в 2022 году показывала очень хорошие темпы экономического роста. Мы сегодня по отчету Осина Сергеевича, когда слайд демонстрировали, вы цифрами видели, какими объемами у нас строится жилищное строительство, какие социальные объекты у нас строятся. У нас проблемы, конечно, с дорогами имеются, но, уважаемые коллеги, я прошу при этом все-таки иметь размеры нашей республики видов. Огромную территорию, которая населена практически везде, и при этом нужно везде заниматься инфраструктурой. Это дорожное хозяйство, социальное хозяйство, энергообеспечение, где-то газовое хозяйство. Вот другие субъекты Российской Федерации они информируют нас о достигнутых успехах, которые, но их несопоставимые территории, несопоставимые природно-климатическое условие. Это мы всегда должны иметь в своей голове. При этом в тяжелейших условиях мы демонстрируем хорошие темпы экономического роста, рост промышленного производства, приток инвестиций, а инвестиции, как Иосиф Сергеевич сказал, нам нужно завоевывать. Они не приходят сюда. Ведь с начала 90-х годов, когда Михаил Ефимович Николаев стал президентом республики, республика Саха-Якутия бесконечно проводит и участвует на всех выставках и привлекает инвесторов, чтобы они пришли к нам в республику и начали работать. А у нас инвестиции это в основном добыча природных ископаемых. Но при этом, конечно же, мы должны соблюдать природоохранное законодательство, природоохранное законодательство одно из самых передовых у нас в мире по Российской Федерации. У нас надзорные органы, общественность очень четко бредут за экологической безопасностью. Бывают, конечно, у нас такие моменты, которые волнуют общество, но в целом мы должны констатировать тот факт, что по экологической составляющей недропользователи у нас сегодня находятся на четком контроле. Бывают определенные моменты, которые у нас связаны с непониманием среди местных жителей. Вот село Тяну Алёкминского района сегодня упоминается, но тем не менее группа народных депутатов во главе селены Христофрода сегодня находятся в командировке, уполномоченные по правам коренных молодчистых народов севера. Я полностью уверен, что мы там найдем компромисс и баланс будет, как сказал Алексей Сергеевич, восстановлен. Надо отдать должное главе республики, правительстве республики, что в таких тяжелейших условиях привлекаются не только инвестиции, но мы добиваемся немалых денег и финансовых ресурсов из федерального центра по национальным проектам. за один только 2022 год у нас было привлечено порядка 74 миллиарда рублей по национальным проектам. Вы представляете, 74 миллиарда рублей. По итогам 2023 года мы не снизили тем. Да, у нас есть некоторые проблемы по веткам аварийного жилья, но я уверен, что глава республики настроен очень позитивно, что эти вопросы будут решены и на 2025 году, как он сказал, все эти вопросы мы снимем. Но при всем при этом у нас возникает одна проблема, Исен Сергеевич. По республике Саха-Якутия, когда мы анализируем структуру государственного бюджета, у нас резко возрастают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, отрасль жилищно-коммунального хозяйства. По итогам 2023 года уже мы переваливаем за 80 миллиардов рублей только из республиканского бюджета. Это не только субсидия ОКК, но целое место посмотреть по ЖКХ. А если мы возьмем структуру расходов наших муниципальных образований, их бюджетов, муниципалитетов, и будем смотреть по их расходам, то получается у нас суммы колоссальные просто. Это от чего возникает? Во-первых, у нас тарифы растут, конечно же, но во-вторых, мы огромные темпы строительства социальных объектов и жилищных объектов дают свое знать. Мы населению не можем донести до сегодняшнего дня, что республика государственного бюджета датирует практически по северам 95% по городу Якуску иногда до 60% расходов на жилищно-коммунальные хозяйства. Народ просто-напросто население об этом не знает. Что это все ложится расходами на плечи государства. И республика это покрывает. Кроме этого, когда у нас огромными темпами строятся социальные объекты, а социальные объекты у нас площади, квадратуры их по сегодняшним стипам огромные, у нас возьмите школу, которая в советские годы строилась на 450 мест, и возьмите школу современную, которая строится сегодня на 450 мест, по квадратуре если взять, то они получаются в 1,8, а иногда и в 2,2 раза больше, чем советские снипы. А это же все нужно отапливать, это нужно содержать. И поэтому у нас такими темпами растут расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. Поэтому я предлагаю правительству и государственному собранию совместно подумать над этой проблемой, потому что если мы пойдем такими темпами, то в будущем через 5-6 лет государственный бюджет республики Сахар-Якутия будет выплачивать только заработную плату и выделять деньги на жилищно-коммунальное хозяйство. У нас денег не останется ни на сельское хозяйство, у нас денег не останется ни на развитие, инвестиции и так далее. Это самая глобальная задача, я считаю, что нам нужно будет над этим подумать. Но, уважаемые коллеги, еще раз благодарю вас за конструктивный разговор, очень деловой, Асен Сергеевич за хорошие ответы, за конструктивное сотрудничество с Государственным собранием Елтумен Республики. Государственное собрание Елтумен всегда поддерживает правительство Республики и вас, Асен Сергеевич, по всем вашим стратегическим вопросам. Я думаю, что эта работа продолжится и предлагаю принять проект постановления. Режим голосования. Кто за? принято. Спасибо большое. Слово имеет глава Республики Саха Асен Сергеевич Николаев. Пожалуйста. Уважаемый Алексей Ильич, уважаемые народные депутаты, благодарю вас за поддержку, за такое хорошее конструктивное взаимодействие в целом, которое сегодня у нас, как всегда, традиционно получилось. Благодарю коллег, которые выступали от имени фракции. Конечно же, те вопросы, которые сегодня прогручали, как постановочные безусловно будут приняты к вниманию правительственной республики, будут решаться. Из выступления Алексея Зачемовича я понял, что один вопрос уже решен, который Филипп Сергеевич задавал по Дебегистяху. Уже хорошо. Конечно же, особое внимание требует дорога Мухтыя, я абсолютно согласен, проблема очень серьезная, касается двух наших крупнейших промышленных районов, и здесь и сотрудничество с Алросой, крупнейшим пользователем дороги, и с нашими новыми промышленными компаниями, с нефтяными компаниями, я уверен, что мы сможем в те сроки, о которых я говорил, эту дорогу полностью сделать. Сейчас проектно-смертная документация дороги должна быть за счет компании Алроса подготовлена, ну а в дальнейшем я надеюсь, что и с участием компаний нефтегазового комплекса, с участием бюджета республики совместно мы, еще раз говорю, в установленные сроки, о которых я уже говорил, дорогу приведем в нормативное состояние, чтобы она долгие годы служила верой и правдой, и населению, и экономике данных наших территорий, главных, промышленные части нашей республики. Гавел Павлович ряд вопросов тоже поднял в своем окончательном выступлении, во многом я с ним согласен, в части особенностей инклюзивного воспитания, в части работы с людьми с ограниченными возможностями, их интеграция в наш социум это важнейшая задача государства, и всех органов власти, всего нашего общества. и уверен, что мы здесь будем дальше работать. Традиционно вопросы спорта у нас всегда во внимании, по их проезду, особенностью наших юных спортсменов на соревнованиях, конечно же, надо решение принимать, особенности в сегодняшнее время, когда из-за необоснованных безумных санкций западных стран, реально российский спорт сегодня в целом отрезается от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе и детских, и, конечно же, выезды детей на российские соревнования, они имеют очень большое значение. Гавриил Балович, конечно, поднял вопрос по списанию долгов в бюджете, там, к сожалению, пока ситуация такая, что списываются не все долги, как нам хотелось бы, и будут они направляться по строго целевым направлениям, поэтому там оплата блогеров и так далее, это навряд ли так по туризму. Но я считаю, что, коллеги, имея у себя на территории крупнейший инфраструктурный проект Якутии вообще всех времен, я говорю про Ленский мост, с условиями софинансирования со стороны республики, мы на другие цели, средства, списанные по бюджетным кредитам, точно направлять никакого права не имеем. Коллеги, у нас обязательства, даже в случае окончательных решений 50 на 50, как с самого начала, мы вставили вопрос, но это суммы очень большие. И, конечно, здесь надо искать внутреннюю резерву. И вот как раз выступление Алексеевича, это вот как раз очень такой серьезный звонок и правительству, и муниципальным органам власти, и предприятиям поставщиков энергоресурсов, коммунальных услуг. здесь надо нам всем очень серьезно сесть и очень серьезно посмотреть. Потому что безумный рост расходов на эту сферу у нас в последние годы наблюдается. И вот то, о чем Алексеевич сказал, то, что у нас исторически со времен первого президента было принято решение основную часть за поставленные объемы ресурсов от жилища коммунального комплекса оплачивало государство, оно, к сожалению, сегодня превратилось в то, что многие предприятия энергоресурсы, коммунальные услуги, они просто свесили ножки и никаких мероприятий по экономии ресурсов, по переходу на новые технологии, знаете, они их проводят крайне медленно, если их вообще проводят. А порой я вижу, что они вообще не заинтересованы в их реализации. Зачем это делать, если бюджет республики им это все рано или поздно поклонит. И здесь я считаю, что Алексей поднял очень правильно, очень современную работу, я здесь прошу государственное собрание, конечно, очень серьезно отработать, для того, чтобы мы здесь вот этот рост остановили, а в идеале власть и уходить уже к другим моделям. Вот эта модель крайне несовершенна, она на самом деле для поставщиков энергоресурсов и так далее, она тоже неудобна. И вот сегодня плачевное состояние якутско-энерго, оно во многом связано в том числе и с этой системой, которая у нас в республике многие десятилетия работала. Поэтому вот этот такой правильный государственный подход, который сейчас озвучил, необходимо нам совместно реализовывать. И другие фракции вот тоже правильные вопросы ставили, задачи ставили, так по всем мы будем работать и по справедливости вот, как я сейчас поднимал и по авиаперелетам. Конечно, хочется большего, хочется, чтобы еще больше субсидий были, чтобы еще больше у нас рейсов было. Здесь, к сожалению, есть и объективные причины, связанные с недостатком у нас авиационного парка. Об этом сегодня коллега Романов из КПРФ тоже вопрос поднимал. И это комплексный вопрос, который нам надо решать опять же комплекс, увязывая работу и авиации, и субсидирования билетов, и вообще доступность тех или иных наших территорий. Мы уверены, что совместными усилиями у нас это все получится. Я хотел бы еще раз поблагодарить народных депутатов и предыдущего СОЗОВа и нового СОЗОВа за конструктивную работу в 2023 году. Поблагодарить нынешний СОЗОВ за хорошую работу уже в начале 2024 года. Мы сегодня с вами уже решаем много важных, нужных для страны и для республики задач. И, конечно, в заключение еще раз хочу сказать, коллеги, у нас сегодня главная задача это помочь нашей стране победить. Будет у нас победа, все те задачи, которые вы сегодня ставите, мы их решим и решим еще строиться. Но для этого нам нужно помочь нашим ребятам и благодарю госсобрания за поддержку наших инициатив по помощи военнослужащим, по помощи членов их семей и уверен, что и в дальнейшем буду здесь включать полную поддержку. Здесь у нас коллеги, еще раз хочу сказать, задач много и цель у нас одна, это скорейшая победа. Уверен, что мы вместе ее достигнем со всей страны. Вам желаю здоровья и больших успехов в вашей работе. Поздравляю вас с прошедшим днем России, поздравляю вас с наступающим нашим национальным праздником с Днем Исэха. Всего самого хорошего, доброго. Спасибо большое. Спасибо, Василий Сергеевич.